Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема сегодня. Трудные времена или все же пронесет в Махачкале отдельные супермаркеты ввели ограничения по продаже товаров в одни руки? В Махачкале. Халатность воспитателя или некомпетентность проверяющих. В одном из детских садов Махачкалы трехлетний ребенок упал в лестничный пролет. Дагестанский мед, он самый вкусный, но все ли смогут его купить? Эти и другие вопросы обсудили участники Республиканского съезда пчеловодов. В Махачкале отдельные супермаркеты ввели ограничения по продаже товаров в одни руки. В частности, несколько торговых сетей отказываются продавать максимальное количество муки, сахара и риса одному покупателю. Подобные объявления уже размещены на прилавках. Отметим, что подобная практика уже отмечалась, к примеру, в московских магазинах. Такая мера направлена на то, чтобы обеспечить население доступными продуктами питания с минимальной торговой наценкой. Ритейлеры рассчитывают, что ограничение поможет в борьбе с перекупщиками. Кроме того, цена на сахар в Дагестане за неделю в среднем увеличилась на 8-10 рублей. Как отметили в Минэкономразвитии Республики, стоимость может резко снизиться после принятия меры на федеральном уровне, включая ограничения по экспорту. А вот цены на лекарства в Дагестане обещали сдерживать как можно дольше. С представителями аптечных сетей Республики встретился премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он призвал владельцев фармацевтических компаний во главу угла ставить общественные интересы, человеческие ценности и исключить необоснованное завышение стоимости на лекарственные препараты. Представители аптечной сети заверили, что готовы в тяжелое время поддержать жителей Республики и пересмотреть ценовую политику. Я лично ходил по этим, да, многие там блогеры или кто-то пишут, вот, председатель правительства, что больше делать нечего, кроме как ходить по аптекам, по ринкам, по этим меморативным сетям и так далее и тому подобное. Но я должен сам знать, что творится в этой Республике, если я нахожусь здесь рядом с вами. А почему вы повещаете? Вы же тоже повещаете цели? Я же сегодня утром на совещании сказал, на какие лекарства и на сколько повещаются цели, которые я применяю. И это, дорогие мои друзья, не за последнее время вы цели повещаете, за последнюю неделю и две. Несанкционированную свалку выявили в горах Дагестана. В Дакуспаринском районе на земельном участке сельскохозяйственного назначения были обнаружены бытовые и строительные отходы, пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты. И весь этот мусор оказался неподалеку от села Новая Каракюре в водоохранной зоне реки Самур. Подобные свалки – серьезный источник загрязнения окружающей среды и земель сельскохозяйственного назначения сетуют аграрии. Данное нарушение квалифицируется по части 2 статьи 8.7 КУАП РФ. Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий, по учению земель и охране почв. На основании статьи 1.3, 28.1, 28.2 и 28.3 КУАП РФ Кавказское межрагиональное управление Россельхознадзора приглашены работники администрации Дакуспаринского района для дачи пояснений и составления протокола в выявленных нарушениях. Махачкала вошла в топ-50 в России по росту цен на жилье. Такие данные приводит РБК со ссылкой на данные консалтинговой группы. Как оказалось, Махачкала в этом рейтинге расположилась на 49-м месте. Средняя стоимость одного квадратного метра в феврале этого года составила 49,1 тысячи рублей. Квадрат за месяц подешевел на 1,7%. Эксперты считают, что сейчас самое удачное время для инвестиций в квадратные метры. Только советуют они приобретать не вторичное жилье, а квартиры в новостройках. Преимущество инвестиций в новостройки – их большая ликвидность. Перепродать через несколько лет более свежие квартиры в новостройке можно проще и дороже, считают специалисты. Продолжение темы – сюжет наших корреспондентов. На рынке недвижимости в Дагестане растет количество сорванных сделок. Это мнение риэлторов. Курс валют нестабилен. Продавцы боятся оказаться с деньгами, которые могут обесцениться. А покупатели рискуют приобрести устаревшую неликвидную вторичку. И в такой ситуации важно сделать правильный выбор. У нас СМИ очень сильно пугает народ тем, что новостройки – это везде обман. А на самом деле это единственная возможность сейчас сохранить у людей деньги. Другой возможности у нашего населения сохранить те накопленные средства нет. На данный момент в домах первой очереди, которые сдаются в этом году и следующей очереди через два года, распроданы практически все квартиры. И у всех людей зафиксированные их квартиры по той цене, по которой они покупали три года назад, остались без изменений. Они все довольны и счастливы, что они успели вложиться и в ближайшее время уже там могут делать ремонт. Лидером по продаже квартир в Дагестане стала компания «Олимпстрой». По результатам опросов многие назвали компанию «Олимпстрой» самой надежной и доступной на рынке недвижимости. Стоимость квартиры фиксирована и не меняется из-за скачков цены курса валют. Квартиру можно приобрести в рассрочку на пять лет с любым первоначальным взносом. Я приобрел квартиру в этом доме на седьмом этаже. У меня квадратура 84 квадрата. Очень долго искал квартиру, ходил, обошел, можно сказать, очень множество строительных компаний. Решил вот вложиться. На начальном этапе было не так много денег. Плюс еще вместе с супругой вложили этот материнский капитал. Уверен, что до 2023 года дом закончат. И тот ежемесячный платеж, который у меня по договору идет, что он не поменяется. Это гарантия этого застройщика. Честно сказать, сейчас на рынке продаж квартир не все, к сожалению, такие условия предоставляют. Эксперты утверждают, что приобретать дом надо со стадии котлована. Именно на этом можно существенно выиграть. Опытные риэлторы говорят, что это самое выгодное вложение, на котором не отражается кризис в строительной отрасли и в экономике в целом. Более того, своевременно сделанный вклад в надежный фундамент своего рода инвестиция. Мы учили возможности нашего населения. У нас есть предложение на любой бюджет. Квадратуры любые. Мы принимаем материнский капитал с первого дня. Мы фиксируем цену только для тех людей, которые уже заключили договор. Цена на квадратный метр в самом доме поднимается, и у новых покупателей она растет. Сам дом на начальном этапе, он и так стоит дешевле, чем готовая квартира. Кризис в стране происходит стабильно. Каждые пять лет мы к этому кризису готовы. Они заложены в стоимости квадратного метра. У нас нет необходимости поднимать ее именно для тех клиентов, которые взяли. Они должны быть спокойны за свои квартиры и за свои деньги. На сегодняшний день самым популярным проектом компании является жилой комплекс «Арена Парк». Здесь за один месяц продается более 200 квартир. Представители компании заявили, что санкции никак не влияют на темпы строительства новостроек, так как все основные строительные материалы – бетон, арматура, кирпич и прочее – производятся в России. Ларианна Шемхалаева, Салман Гитихмаев, новости ННТ Махачкала. Участок вдоль Кора по проспекту Имама Шемеля благоустроит территорию между многоквартирными домами. Номер 34 и 36 приведут в порядок в этом году в рамках муниципальной программы. Жителей уже ознакомились с проектом, согласно которому здесь предусмотрена установка освещения, площадка для отдыха взрослых и озеленение. Весь участок станет пешеходным. Здесь планируется произвести демонтаж старых заборов, незаконных, демонтаж пристроек, вырубка старых деревьев. Существующая дорога есть, ее будут демонтировать. На ее месте будет тротуарная плитка, тротуарное покрытие, дорожки. Будут вдоль них установлены скамейки, наружное освещение будет. Там детская площадка предусмотрена по проекту. По окончанию строительных работ будет произведено озеленение, то есть посадка деревьев, кустарников, будет газон посажен. Мы побольше хотим зелени, омолодить наши деревья, потому что они уже, чтобы дети могли здесь отдыхать, взрослые выйти на скамеечки посидеть, потому что здесь вечерами прекрасный воздух, рядом вода. Что ждем? Ждем, чтобы будет все хорошо, красиво и качественно. Сейчас предлагаю посмотреть дайджест о событиях в республике. Чуть позже мы увидимся снова. Трехлетняя девочка упала с лестницы второго этажа частного детского сада в Махачкале. Ребенок находится в реанимации, в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело в отношении руководства учреждения. По предварительной версии, причиной происшествия могло стать несоответствие нормативом расстояния между лестничными балясинами. В пещере Дюрк в селе Хюстильта Басаранского района произошел обвал горных пород. Догнаследие направил администрацию муниципалитета письмо с предупреждением, ограничит доступ к объекту в целях безопасности людей. Местные старожилы рассказывают, что ранее пещера имела три ответвления, два из которых были скрыты под завалами, а теперь обвалилась и последняя. Махачкале арестовали четверых участников экстремистской организации СССР. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда Махачкалы. Подозреваемые вовлекали в свою деятельность новых участников, проводили собрания и лекции. Они до сих пор отрицают распад СССР и конституционный строй «Современная Россия». Кроме того, идеология организации мешает работе госорганов. Пожизненный срок грозит 22-летняя жительница Махачкалы за сбыт наркотиков. Полицейские изъяли у нее около килограмма мефедрона, всего более 900 пакетиков. По предварительной информации, женщина в течение года сбывала наркотики через интернет. Известно, что она вовлекала в это дело и свою несовершеннолетнюю сестру. Пчеловодство в новых экономических реалиях обсудили участники съезда Ассоциации пчеловодов Дагестана. На повестке дня перспективы развития и проблемы в условиях санкционной политики и импортозамещения. Что сегодня прежде всего беспокоит пчеловодов Дагестана, узнавала Малика Курбанова. Профессионально пчеловодством сегодня в Дагестане занимаются более 2000 человек. Дагестанский мед уже давно стал брендом не только в субъектах России, но и за рубежом. Учитывая санкции, пчеловоды республики тоже ищут выходы из сложившейся ситуации. Для этого, собственно, и собрались на очередной съезд. Раньше, если мы получали пчелоинвентарь и пчеломатериал, породный материал из-за границы, вот сейчас это все закрыто, проблем стало больше. Мы должны поэтапно решать совместно с ведомствами, государственными органами. У нас заключенные договора есть на поставку Арабской Эмираты, Саудовскую Аравию и в небольших количествах европейские государства. Но границы сейчас с Европой закрыты, а так вот с Азией будем работать с Ближним Востоком. Карника, Бакфаст, Карпатка – разновидность зарубежных пород пчел, чувствующих себя в Дагестане как дома. Но, как уверяют специалисты, нетрудолюбивей серой горной кавказской породы. Теперь на нее вся надежда и восстановлению малочисленной породы уделяется особое внимание. По словам руководителя Ассоциации пчеловодов Дагестана Надира Ахмедова, несмотря на сложности, пчеловодство в нашей республике развивается, осваиваются новые технологии, методы и улучшается качество. Но мед – дорогое удовольствие. Дагестанский мед, если взять в планах России, самый дорогой мед. Дорогой почему? Потому что он качественный мед, лечебный мед, вкусный мед. Это не заслуга наших пчеловодов, что дорогой такой чистый. Это заслуга, это природные условия, которые у нас есть в Дагестане. Эта экология, эта растительность, это все позволяет, чтобы этому меду быть таким качественным, чистым, лечебным. Поэтому он и дорогой. На съезде были обозначены необходимые меры по поддержке отрасли в нынешних условиях. Самое главное для пчел – это хорошая экологическая среда. Это понимают в Республиканском комитете по лесному хозяйству. И всегда идут навстречу пчеловодам. Лесное хозяйство и пчеловодство неразрывны. У нас участки предоставляются в аренду. В лесном фонде таких участков более 70 предоставлены пчеловодам. Все зависит от породного состава лесов. Потому что пчеловодам интересны участки, где растут липа, акация. Они самые медоносные, поэтому оттуда и меда получить больше. Любовь к пчеловодству надо прививать со школьной скамьи. Так считает директор Каспийского центра образования школы номер 15 Шамиль Алиев. Пчелы – это уникальные существа. Это уникальные по своей природе и по своей значимости. И в том числе они являются хорошим назидательным примером коллективного, созидательного труда, где четко распределены роли, где есть дисциплина, где есть ответственность. И которая дает уникальный результат в виде полезного меда. Мы на примере пчел пытаемся воспитывать наших детей к аналогичному поведению. Малика Курбанова, Магомед Магомедов, ННТ «Махачкала». Первый открытый турнир по быстрым шахматам завершился в Каспийске. Он организован детско-юношеской спортивной школой города и одной из строительных компаний. Участие в турнире приняли воспитанники спортшкол и все желающие каспийчане старше 18 лет. Они соревновались по швейцарской системе в 9 туров с использованием компьютерной программы Swiss Manage. По итогу состязания лучшие игроки награждены грамотами, медалями и денежными призами. Это была последняя новость в этом выпуске. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok